Какого чёрта ты с ней сделал? Да ничего я с ней не делал, просто заманил к одной из дыр. Здарова, братаны, вы на канале Ювплей, меня зовут Евгений, и это бесконечное лето, мод, я здесь не просто так, бабочка, Женя, погнали! Это он, я быстро подбежал к двери и остановился. Я не знал, что делать, ведь вдруг он соврал, и я просто развожу их, а он потом посмеётся надо мной, да и не хотелось заходить, ведь пока я не зайду, они для меня всё ещё будут казаться живыми. Я стоял и размышлял, боясь сделать хоть одно движение, как вдруг... Ульяна, подвинься, что ты вообще захотела спать вдвоём? Взрослая же, уже третий раз за ночь будешь меня. А тебе жалко, что ли? Так вообще прикольнее. Они продолжали спорить, а я стоял и слушал. Я не разбирал уже, что они говорят, я просто слушал их. Мне был важен лишь факт того, что они живы. Их разговоры служили тому подтверждением, а потому... Я с наслаждением слушал их слова. Он соврал. Прошептал я и сел на крыльцо, чтобы прийти в себя. Не знаю, сколько я так просидел, но очень долго. Мне не хотелось никуда идти. Я наслаждался мыслями о том, что Ульяна и Алиса живы. А на щеках сохли мои слёзы. В этот момент я наконец понял, что за любовь у меня появилась ко всем обитателям этого лагеря. Это была заботливая любовь. Я чувствовал себя кем-то особенным. Кто должен оберегать каждого в совёнке? Может, поэтому я здесь и оказался? Чтобы стать неким хранителем? Как-то я себя высоко оцениваю. На любви ко всем это не поубавило. Я заметил, что уже начинался рассвет. Я всю ночь, что ли, пропадал? Самое время идти ложиться спать. Тихо сказал я, тихо усмехнувшись. И направился к домику Ольги Дмитриевны. Я аккуратно зашёл, чтобы не разбудить вожатую. Она мерно спала. Я посмотрел на неё и тихо сказал. Если будет надо, то я и о вас позабочусь, Ольга Дмитриевна. На душе было легко и тепло. Я понял, что в этом месте мой внутренний эгоист стал умирать. Я лёг на кровать. Я здесь определённо не просто так. Прошептал я и провалился в сон. День два. Ой, блядь, как нам тут ещё долго быть-то? Эх, как приятно лежать в кровати. Это да. Особенно приятно просыпаться в кровати и понимать, что тебе никуда не нужно идти. Семён! Ну, до чего же неприятно вставать с постели против своей воли. Я проснулся от крика вожатой. Её терпение определённо было на пределе. Хотя я ещё не понимал, что к чему. Я даже недоумевал, почему она зовёт какого-то Семёна, но при этом смотрит на меня. Наконец-то до меня стало доходить, и я начал вспоминать события вчерашнего дня. Я вспомнил, что нахожусь уже вовсе не дома. Семён, быстро встал, блядь, с постели. От резкого осознания ситуации я мгновенно вскочил. Да, я Семён. Пролепетал я. Ты чего разлёгся у меня тут? Мало того, что ушёл куда-то вчера на ночь глядя, так ещё и вздумал спать в моём домике. Настоящий пионер так себя не ведёт. Но ведь все остальные домики уже заняты. Где мне ещё надо было спать? Не на улице же. Она немного смягчилась. С чего ты взял, что все домики уже заняты? Ну, другие пионеры что-то такое говорили. Нужно было прийти после ужина ко мне, и мы бы обсудили этот вопрос. Ладно уж, будешь жить тут. Держи ключ. Охуенно заселился. Довольно-таки быстро. С этими словами Ольга Дмитриевна протянула мне ключ. Спасибо. Ты проспал всё на свете. И завтрак, и линейку, и блять обед даже. Да твою налево завтрак и обед. Я вдруг ощутил зверский голод. Я тебе принесла бутерброды. Они на столе. Ещё возьми вот это. Она дала мне пакет. В нём оказались все принадлежности для умывания. И вот это. И вот это. С Виолой пойдём потрахаемся. Ну и втретьих, в библиотеку. Всё понял. Всё понял. Да. Вздохнул я. А мне пора по делам. И не забудь переодеться. Твоя форма на спинке кровати. После этих слов вожатая быстро покинула домик. Я безо всяких раздумий переоделся в пионера и последовал за ней, захватив умывальные принадлежности, бутерброды и обходной. Я вышел из домика. Ольга Дмитриевна уже куда-то исчезла. Вечно у неё какие-то дела. Я держал обходный лист и думал, как поскорее от него избавиться. Хотя, с другой стороны, это была хорошая возможность лучше узнать лагерь и познакомиться с кем не успел. Но тратить время на сбор подписей, которые Ольга Дмитриевна даже не проверит. Пока меня терзали сомнения, из кустов вынырнула Ульяна. Ты нашёл её? И тебе доброе утро. Она смутилась. Извини, с добрым утром. Так ты её нашёл? Наверное, стоит утаить факт того, что меня прервали и перепугали до слёз. Нет. Грустно сказал я. Боюсь, мне помешали. Чёртова, бля, честность никогда не давала мне спокойно жить. Честен даже, когда это нежелательно. Внутренний моралист может мешать мне жить не хуже внутреннего эгоиста. Помешали? Да, это чёртов пионер. Не даёт спокойно и шагу ступить. И чё же нам делать? Не волнуйся. Найдём мы Юлю. Но не сейчас. А почему не сейчас? Я показал ей обходной лист. Так давай я за тебя всё обойду. Ульяна представилась мне неким спасением. А разве так можно? Можно, я разрешаю. Это как-то неправильно. Твою мать, моралист, заткнись хотя бы сейчас. Чё-то как зануда. Ладно, буду благодарен. Так-то лучше. Ульяна схватила обходной и побежала. Как мне показалось, в сторону библиотеки. По крайней мере, теперь есть время умыться и поесть. Сказал я вслух самому себе. Впрочем, ничего нового. Взяв всё необходимое, я направился к умывальникам. Сейчас проверим, насколько здесь холодная вода. Ледяная! Теперь я понимаю, каково было Семёну! Умывание тянуло на некое испытание. Я постарался закончить очень быстро. Когда я, наконец, немного отошёл от заморозков, то принялся уплетать бутерброды. Я настолько голодал, что они закончились почти мгновенно. Но появилась проблема. Я захотел пить очень сильно. В домике вожатой была какая-то тухлая вода, но пить её... Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Я пришёл к чумовой идее. Попить из-под крана. Ой-бля-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е... Да, зубам и горлу было нелегко, но я сделал это, я утолил свою жажду. Я вернулся к домику вожатой, прилёг на шезлонг и закрыл глаза. Я расслабился. Ой, бля, наушник. Эх, как хорошо-то. Я просто лежал и думал обо всём. О происходящем со мной, о том, как помочь Ульяне, как найти Юлю. Факт того, что все эти события являются моим творением, потихоньку воветривался из головы. Хотя я всё равно не верил, что всё здесь по моим правилам. Скорее, это я написал такой сценарий к этому моду, потому что все события должны быть такими. Во всём, что предстоит случиться, виноват не я, а та сила, которая закинула меня сюда. Если и должно произойти что-то плохое, то я к этому вряд ли причастен. То, что я закинул сам себя сюда, просто невозможно. Я бы ещё долго об этом размышлял, но меня потревожили. Семён! Я открыл глаза и увидел Ульяну. Я же говорил, что я не Семён. Протянул я усталым голосом. А как же мне назвать тебя тогда? Хотя подожди, не до этого сейчас! Что-то случилось с Мику! Я переменялся в лице. Что именно? Она пропала, её нет в музыкальном кружке. Я собрала подписи в библиотеке, медпункте и клубах. В музыкальный кружок пошло в последнюю очередь, а он пуст. Хотя в это время Мику всегда там. Всегда? Я имею в виду, что каждую смену в этот день и в это время она обычно там. Но сейчас кружок пуст, и её... И её нигде не найти. Вашу Машу! Пойду искать её. Может Ольге Дмитриевне сказать? Я лучше пока сам. Давай сюда обходной. Спасибо, кстати, за помощь с ним. А я пойду разбираться, что к чему. А ты продолжай заниматься своими делами пока что. Опять без меня идёшь? Видимо, ей было немного обидно. Я просто не хочу, чтобы было слишком много отсутствующих. Заподозрят неладное. Не обижайся, пожалуйста. Ты ведь можешь меня прикрыть в случае чего? Ульяна стала спокойнее, но всё ещё обижалась. Ладно. Иди. До скорого. Удачи! Итак, я бегом направился в музыкальный кружок. В любом случае, он был отправной точкой в поисках Мику. А что если всё дело в том, что вместо Мику появилась Маша, и поэтому она ведёт себя не согласно сценарию? Хотя нет. Маша должна быть в совершенно другом лагере. Там, где фильм снимают. Я зашёл внутрь. Мику, естественно, здесь не было. А чего я должен был ожидать? Но куда она могла пойти? Кого ищем? Со спины раздался знакомый голос. Я повернулся и увидел этого пионера. Мику, кого ещё можно искать в музыкальном клубе? Она тут одна. Как ты после вчерашнего? Я вспомнил ночной инцидент, и кулаки тут же зачесались. Но я был в полной уверенности, что пионер нематериален. Я не ощущал его присутствия. Я только видел его. Нормально. А что должно было случиться? Как же ты занервничал ночью? Как побежал? Такой зерда больный. Где Мику? Зачем она тебе? Он начинал выводить меня из себя. Но я явно не мог ему ничего сделать. Мне обходной подписать надо. Я слегка повысил голос. Да, ну. Сказал он, улыбнувшись. Ладно. Пожалуй, стоит ввести тебя в курс дела. О чём ты? Я не знаю, почему ты пытаешься меня уверить в том, что ты здесь в первый раз. Но ты определённо не в курсе последних новостей. Пару витков назад произошло что-то странное. После этих слов я сразу вспомнил, как Ульяна говорила мне, что общий лагерь и настоящих девочек распался пару смен назад по неизвестным причинам. Что именно? Не знаю, как объяснить, но каждый лагерь стал крайне... Нестабильным. Это как? Между ними стали открываться чёрные дыры, через которые спокойно можно проходить в другой лагерь. Но эти дыры незаметны и пройти может любой. А разве и без этих дыр нельзя было переходить из лагеря в лагерь, как это делаешь ты? Я лишь с трудом приоткрываю дверь, чтобы протиснуться в чужой лагерь. А в случае с этими дырами дверь буквально распахнута так, что через них может пройти любой. Даже кукла. Но почему это стало происходить? Понятия не имею, но это очень весело, хоть и доставляет проблемы. Чё ж тут весёлого? А куда ты думаешь делать Мику? Какого чёрта ты с ней сделал? Да ничего я с ней не делал, просто заманил к одной из дыр. Очень интересно, что будет, если она окажется в другом лагере. Нахрена ты это сделал? Я же сказал. Интересно, что будет, если она окажется в другом лагере. А, твою мать, где эта дыра? Куда ты её заманил? Он расхохотался. Как же у тебя за всех душа, Малет? Просто ответь. Семён! Улыбка быстро исчезла с его лица. Не называй меня так. Отныне я чёрная смерть. Вспомнилась мне цитата. Тогда будь добр. Скажи, куда пошла Мику? Да почему ты такой упертый? Почему тебе больше всех надо? А почему ты решил, что ты здесь главный? Да потому, что я не хлюпик, в отличие от всех вас. Вы все просто жалкие. Не знаю. Наверное, мне идёт на руку тот факт, что он считает меня одним из Семёнов. Просто скажи, где Мику? Ну, а если не скажу, что ты мне сделаешь? Я замолчал на секунду. Не знал, что ответить. Подожди-ка. Ты же хотел посмотреть, что будет, если кукла окажется в другом лагере? Так почему ты здесь, а не следишь за ней? Он не сразу ответил. После пары секунд молчания он заговорил вновь. Потому что у меня нет желания соваться в тот лагерь, где она оказалась. С каких пор Савёнок может быть враждебен? Нет, конечно, можно предположить, что там лагерь, наполненный зомби-ульянами. А того лагеря не существует. Он лишь сон и не может быть реальным. Либо там тот лагерь, где все жители Савёнка вполне могут дать отпор этому пионеру. А у меня есть. Есть желание сунуться в тот лагерь. Да неужели? Да. Если уж там действительно так опасно, что ты струсил, то почему бы тебе не отправить туда и меня? Бонусная забава. Ничего я не струсил. Просто тот лагерь странный немного. Он вышел из здания музыкального кружка. А я последовал за ним. Просто иди в ту сторону. Он махнул в сторону леса. И что будет? И ты придёшь в тот лагерь. Как выглядят эти разломы между лагерями? Разлом увидеть нельзя. Через него может пройти даже кукла, сама того не зная. Ну зашибись. Сказал я и пошёл в направлении, указанном пионером, оставив его позади. Не знаю, почему он вдруг решил указать мне дорогу. Хотя он мог и соврать. Тем не менее, кроме его слов, у меня больше не было никаких зацепок. Где искать Мику? Я шёл и, как обычно, провалился в свои мысли. Не знаю, как долго я шёл. Но разбудило меня от размышлений то, что я вышел на площадь лагеря. Минутку. Я уже в другом лагере. Неужели переход настолько незаметен? Ну, где все пионеры? Где хоть кто-нибудь? Почему так тихо? Лагерь был абсолютно пуст. Что ж с ним не так? Почему тот пионер не хотел сюда лезть? Вдруг прямо передо мной оказалась Алиса. Какой же ты тупой! Чё? Я не такая! Алис, ты чё? А чего, она, мы узнаем уже в следующий раз. Ну, а сегодня на этом всё. Так что, всем спасибо за просмотр. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...